жизнь на других планетах еще 30 лет назад у ученых были теории но не было доказательств теперь сделано важнейшее открытие который изменит все мощные телескопы роботизированные вездеходы и даже исследования здесь на земле помогают ответить на вопросы которые волновали ученых так много лет в науке появилась совершенно новая сфера деятельности как добраться до отдаленных планет что представляет собой жизненная сила ответы на эти вопросы станут ключом к революционному пониманию места человека во вселенной это переломный момент в истории человечества все происходит так быстро что люди не успевают осознать каковы научные доводы в пользу существования инопланетян и должны ли мы бояться самое страшное это если эти создания поведут себя как отряды штурмовиков с точки зрения науки почему инопланетяне существуют представьте 2045 год небольшая группа ученых используя самый мощный лазер направляет в космос несколько лучей это маяк сигнал для любой разумной инопланетной цивилизации и долгое время он оставался без ответа потом это случилось большой быстро движущийся объект обнаружен в солнечной системе он стремительно приближается к земле одни люди торжествуют не одиноки в этой вселенной другие в панике вдруг мы выдали наше присутствие инопланетным захватчиком час расплаты уже близок возможно ли это мы все хотим узнать существует ли где-то пределах млечного пути подобная нам форма жизни одиноки ли мы или где-то там среди звезд живут наши собрать 10 9 8 7 6 на удивление многие ученые в наши дни полагают что разумные существа действительно где-то рядом зажигание взлет кто знает может мы сумеем обнаружить их в нашей собственной солнечной системе мы быстро продвигаемся вперед в наших поисках еще чуть-чуть и мы сможем предоставить убедительные доказательства жизни на марсе а возможно и на других планетах все происходит так быстро что люди не успевают осознать осталось еще два может три десятилетия но мы сможем это увидеть контакт с атмосферой по моему сигналу 5 4 3 2 1 контакт май 2008 года сделан огромный шаг вперед в поиски внеземных цивилизаций феникс космический корабль наса достиг марса ожидание реактивации работники центра управления полетами наблюдали за опасным снижением феникс расстояния в 300 миллионов километров 60 метров заходит на посадку посадка совершена программа запущена феникс быстро начал анализировать поверхность марса на предмет наличия воды а также других доказательств существования жизни вскоре было сделано потрясающее открытие мы копали первую траншею и на глубине всего пяти сантиметров обнаружили участок ярко-белого цвета и конечно консерваторы ученые предположили наверное это соль вот это белое пятно непостижимо но частицы белого вещества через несколько дней исчезли соль не может исчезнуть камни тоже поэтому мы твердо уверены что это был слой льда впервые в истории космическая станция смогла обнаружить воду на марсе а ведь на земле если есть вода значит есть жизнь но марс это не земля на марсе пустынная лишенные влаги поверхность ужасный холод много ниже нуля и разреженная атмосфера какое отвратительное место для жизни в таких экстремальных условиях жизнь невозможна но ведь на земле ученые постоянно находят живые организмы в местах казалось бы непригодных для жизни некоторые организмы могут жить без солнечного света и без кислорода в кипящей воде в щелочной или кислотной среде они процветают несмотря ни на что и основная идея которую эти существа пытаются донести до нас предельно проста если есть жидкость ее химический состав ее кислотность внешние условия или наличие солнечного света не имеет значения подобная живучесть земных организмов радикально изменила наши взгляды относительно жизни на других планетах открытие на красной планете воды а также углерода метана и водорода означает что на марсе есть основы для зарождения жизни этот метеорит с марсом обнаруженные в 1996 году содержит структуры похожие на окаменелых микробов некоторые ученые допускают что под поверхностью марса микробы могут существовать и сегодня космические станции обнаружили другие места где возможно жизнь на спутниках крупнейших планет нашей солнечной системы на спутнике сатурна энцеладе недавно были обнаружены гейзеры состоящие из водяного пара и органических соединений подходящих для жизни какие-то организмы могут жить в углеводородных океанах титана другого спутника сатурна но самым многообещающим кажется спутник юпитера там могут существовать не только микробы наиболее крупные и более сложные создания январь 2030 года ракета стартует с мыса канаверал спустя семь лет она достигает своей цели это европа шестой спутник юпитера он долгое время оставался загадкой для ученых самый современный посадочный модуль приземляется на ледяную поверхность планеты он готов совершить одно из величайших открытий в истории человечества вот этот отличный сможем ли мы найти живые организмы на европе ричард гринберг полагает что да ему в составе команды наса было поручено проанализировать приводящие в замешательство снимки поверхности спутника сделанные космическим зондом галилео поверхность спутника производила впечатление прежде всего на ней почти не было кратеров европа такого же размера как и луна но совершенно на нее не похоже на всей поверхности видны линии огромные линейные объекты которые простираются на тысячи километров почти каждый подобный объект состоит из двух выступов в некоторых местах они скрещиваются пересекают друг друга несколько раз это приводит в замешательство что мы там ищем и что все это значит на поверхности европы очень холодно 160 градусов ниже нуля одно время ученые полагали что это всего лишь ледяной шар а на глубине 100 километров спрятано холодное каменное ядро но изучение приливных сил заставило нас все переосмыслить здесь на земле когда мы говорим о приливах и отливах мы имеем в виду повышение и понижение уровня воды но с космической точки зрения меняются сами земные очертания в результате солнечного и лунного притяжения они удлиняются и расширяются подобное происходит и на европе но в больших масштабах европе выпало несчастье вращаться вокруг юпитера самая большой планета солнечной системы невероятная по своей силе гравитационная сила юпитера растягивает и сжимает европу и тем самым вызывает повышение температуры ядра попробуйте потереть руки друг от друга тренинг сделает их теплыми подобное происходит и внутри европы теперь ученые полагают что под ледяным покровом находится огромный океан в два раза превосходящий по размерам все океаны земли вместе взятые там могут быть организмы схожие с микробами и червями которые проживают на дне нашего океана у отверстий которые нагреваются земным ядром тем не менее многие ученые считают что океан спрятан под 100-километровым слоем льда но гринберг думает что лед может иметь всего пару километров в толщину это дало бы солнечным лучам возможность достичь поверхностных вод и обеспечить гораздо более сложных созданий необходимой энергии его доказательство он полагает что двойные выступы это трещины в ледяном покрове по структуре Европа похоже на сырое яйцо на поверхности твердая ледяная скорлупа а под ней жидкость представьте что форма яйца меняется каждые три с половиной дня она удлиняется и укорачивается что же случится со скорлупой она треснет если гринберг прав значит лед трескается жидкость выталкивается на поверхность и тут же замерзает когда приливные силы отступают трещина сокращается и выталкивает осадок на поверхность процесс повторяется и образуются двойные выступы кто знает может под ледяным покровом находится целая экосистема возможно даже рыбоподобные создания на земле приливы и отливы образуют участки подобные этому изобивающие различными живыми организмами вода прибывает убывает оставляя все необходимые питательные вещества если приливы и отливы способны поддерживать жизнь на земле возможно они могут поддерживать ее и внутри этих трещин на Европе март 2040 года остановившись возле ледяной расселины станция европа эксплорер опускает в мутную водонаблюдательный зонд нагреваемой ядерной энергией он пробивает поверхность и открывает нашему взору бесконечный внутрипланетный океан на земле ученые не верят своим глазам они обнаружили новый мир полный инопланетных обитателей теперь ученые уверены если жизнь возможна здесь значит она возможна и в других уголках вселенной а значит где-то в космосе живут разумные существа март 2041 года команда наса управляет мощным космическим телескопом под названием межпланетный наблюдатель в 2010 году ученые обнаружили всего 400 планет в 2041 году их стало более 5000 всего 100 из них сходны с землей по размерам и ни на одной нет признаков жизни но искатели планет будут сильно удивлены когда телескоп обнаружит новую цель планету сигма 547 это планета земных размеров на поверхности которой должна быть вода ее открытие заставит нас полностью переосмыслить наше место во вселенной является ли земля единственной в своем роде или в нашей вселенной есть миллионы планет которые инопланетяне могут называть своим домом тысячи лет мы верили что наша планета уникальна теперь мы готовы узнать правду один из самых мощных наземных телескопов в мире здесь обсерватории кека на гавайях отправляется на охоту первую планету за пределами солнечной системы обнаружили только в 1994 году до этого некоторые ученые считали что планеты в космосе встречаются крайне редко здорово их так много сейчас мы насчитываем более 400 плане вращающихся вокруг отдаленных звезд их число стремительно растет вывод данных завершён эти координаты совпадают вот с этими все фиксируется и звезда появляется вот здесь а вот она вот звезда она уже ищет свои планеты джефф марси один из ведущих искателей планет он лично обнаружил более ста небесных тел страсть поиску планет захватил у нас безмерно мы ищем планеты похожие на юпитер ищем планеты которые вращаются вокруг звезд похожих на наше солнце и самое главное мы стараемся найти такую же планету как наша земля может быть таких планет очень много а может наша земля одна на миллион этого мы пока не знаем огромные расстояния по прежнему делают поиски планет необычайно сложной задачей первый успех пришел когда мы поняли что нам не обязательно видеть планету чтобы ее обнаружить вместо этого нам достаточно проследить воздействие планеты на близлежащую звезду это чуть заметное колебание самой успешной методикой стало измерение колебаний звезды под воздействием гравитационных сил планеты и конечно чем больше планета тем легче заметить колебания джеффу марсе легче обнаружить большие планеты которые оказывают самые сильные воздействия на звезды к сожалению все они являются газовыми гигантами с ядовитой атмосферой подобно нашим юпитеру и сатурну самые благоприятные для зарождения жизни планеты небольшие похожие на землю с твердой поверхностью и водой двигатель запущен один, ноль и ракета дельта-2 с телескопом Кеплер на борту отправляется на поиски землеподобных планет в марте 2009 года НАСА запустила в космос совершенно новый телескоп Кеплер его задача искать новые планеты в далеком космосе Кеплер способен обнаружить планеты земной группы возле десятков тысяч или даже сотен тысяч звезд подробно земле Кеплер вращается вокруг Солнца он оборудован специальным фотометром этим гигантским не мигающим глазом Кеплер видит значительную часть нашей галактики он ищет планеты подходящего размера которые находятся на нужном для поддержания жизни расстоянии от своих светил а вот как это работает когда землеподобная планета находится напротив звезды она блокирует небольшую часть света примерно 0,01% звездного света перекрывается каждый раз когда планета находится напротив и это позволяет нам судить о размере планеты о ее диаметре чем больше планета тем больше света она блокирует таким образом мы узнаем размер ученые с волнением ждут вероятно уже через несколько лет Кеплер сможет ответить на вопрос как часто в космосе встречаются планеты населенные разумными существами я считаю что на орбитах 60-80% всех звезд которые мы видим в ночном небе вращаются планеты с каменистой поверхностью некоторые из них похожи на Марс другие на Венеру третьи могут оказаться копиями нашей Земли новые телескопы ищут не просто планеты но основы для зарождения жизни вода, углерод, азот и даже сложные углеводороды находятся повсюду и мы сможем обнаружить их в атмосферах недавно открытых планет Время нашего одиночества во Вселенной может быстро подойти к концу Май 2041 года ученые обнаружили признаки жизни в атмосфере планеты Сигма-547 эти ошеломляющие новости вскоре дополняются еще одним сногсшибательным известием в инопланетной атмосфере они заметили следы хлорфтор углеводорода химиката известного нам как фреон промышленные загрязнения этой планеты могут указывать на наличие технокультур все астрономы мира приводят свои телескопы в действие каждый из них надеется первым заметить инопланетный сигнал июнь 2041 года 350 параболических антенн из массива телескопов Аллена в Северной Калифорнии направлены на Сигму-547 несколько десятков лет поисков внеземных форм жизни должны окупиться в космическом пространстве замечены аномалии что это? просто новое природное явление или следы развитой инопланетной цивилизации каковы шансы на то что во Вселенной существуют другие цивилизации способные передавать сообщения наверное очень слабые если не принимать во внимание размеры Вселенной вы ведь умеете считать в нашей галактике примерно две сотни миллиардов звезд и возле половины из них вращаются планеты получается 100 миллиардов звезд и планеты и сколько планет у каждой звезды? примерно десять у нас их восемь пусть будет десять получается триллион планет и это только в галактике Млечный Путь если хотя бы на одной из десяти тысяч планет живут какие-то существа а на одной из ста тысяч разумные существа получается что только в нашей галактике у нас есть тысяча соседей но Вселенная вмещает миллиарды галактик инопланетяне существуют и тому есть целый ряд причин нам известно что звезды в составе солнечных систем в большинстве случаев на несколько миллиардов лет старше чем наша собственная солнечная система поэтому я готов поспорить что жизнь, эволюция и разум зародились 3 или даже 4 миллиарда лет назад если они существуют и появились намного раньше нас что же по мнению ученых может произойти может они пытаются выйти на контакт сумеем ли мы обнаружить и расшифровать сообщения от пришельцев астроном Сэт Шостак полагает что мы получим сообщения от пришельцев уже через несколько десятилетий Шостак участник исследовательской программы поиск внеземных цивилизаций и теперь у него есть влиятельный помощник который увеличит шансы на успех массив телескопов Аллена в Северной Калифорнии стоимостью 50 миллионов долларов это первый радиотелескоп в мире предназначенный для поиска сигналов от пришельцев здесь примерно 42 такие антенны но мы хотим увеличить их количество до нескольких сотен они имеют всего 6 метров в ширину это мало по сравнению с другими радиоантеннами но из-за их количества совокупная зона приема чувствительность если хотите очень и очень велика когда количество тарелок достигнет 350 массив Аллена оставит далеко позади большинство действующих радиотелескопов основная антенна каждого телескопа фокусирует радиолучи на антенну поменьше внутри находится усилитель это очень чувствительный усилитель но мы используем криогенную технику чтобы поддерживать низкую температуру и сделать его еще более чувствительным он настолько чувствительный что если вы включите сотовый телефон вы его поджарите поэтому никаких телефонов на площадке уже сейчас этот массив генерирует невероятные объемы информации почти гигабайт в секунду такие объемы невозможно сохранить поэтому он обрабатывает их в режиме реального времени это своего рода аппаратные телескопы антенны находятся снаружи через оптоволоконный кабель они отправляют всю собранную информацию в эту комнату здесь мы производим выборку входящих данных мы не можем проанализировать всю информацию слишком много но мы сохраняем небольшие части радиосигналы комбинируем их а потом проводим анализ ищем что-нибудь интересное то что вы видите здесь это космические шумы космические помехи просто шум в приемнике никаких сигналов но время от времени мы засекаем что-то необычное смотрите вот здесь четкий сигнал и очень хорошо видно еще вот здесь это просто спутник но именно так будет выглядеть сигнал инопланетного передатчика искать сигнал это как настраиваться на радиостанцию именно это и делали астрономы в первые годы существования программы просматривали частоты одной звездной системы за другой но даже 50 лет спустя настоящие поиски лишь начинаются дело в том что мы изучили очень малое количество звездных систем используя очень ограниченный диапазон частот с теми технологиями мы просто скользили по поверхности а эти антенны позади меня проводят поиск в сотни или даже в тысячу раз быстрее чем все предыдущие через 20 лет после запуска массив Аллена сможет находить сигналы миллиона звезд находящихся на расстоянии тысяч световых лет это в тысячу раз больше всех обнаруженных нами ранее сигналов Шосток уверен эти цифры говорят о том что контакт неизбежен пока что мы не обнаружили инопланетных сообществ но я уверен что уже через пару десятков лет мы сможем перехватить сигнал который покажет нам что они где-то рядом январь январь 2042 года в течение семи месяцев суперкомпьютеры по всему миру пытались проанализировать странный радиосигнал с планеты сигма 547 ученые не смогли разобраться и многие настроены скептически может это вовсе не сигнал а обычные электромагнитные помехи и вдруг было сделано открытие ученый анализирующий общение дельфинов обнаружил упорядоченную структуру радиосигнала пока никто не понимает его значения но это определенное послание если нам суждено получить сигнал от пришельцев сможем ли мы его понять язык древних жителей острова Пасхи не удавалось расшифровать уже сотни лет а ведь это человеческий язык вспомните иероглифы или тексты на камне в Египте мы не могли понять их долгое время но мы точно знали что это послание мы верили что они что-то означают с другой стороны если они намеренно транслируют что-то на землю быть может они сделают сигналы как можно более понятными как составить сообщение предназначенное для иных форм жизни в 1974 году астроном Фрэнк Дрейк использовал универсальный язык математики из обсерватории Аресиба он направил к далекой звезде 1679 лазерных импульсов это произведение двух простых чисел если инопланетяне представят эти числа в виде таблицы они увидят этот график среди всего прочего изображающий человека нашу солнечную систему и даже население земли удобно но не слишком просто Дрейк попросил своих коллег расшифровать сообщение и каждый ученый предоставил ему свою собственную интерпретацию если мы получим послание от пришельцев возможно у нас не получится его понять но такое открытие способно изменить все если участники программы получат инопланетный сигнал это заставит нас совершенно по-новому взглянуть на наше место во вселенной это станет одним из величайших научных открытий мы перестанем быть просто землянами и станем частью чего-то несравнимо большего октябрь 2045 прошло три года но ученые так и не смогли расшифровать сигнал с планеты сигма-547 он не может принять решение стоит ли нам отвечать и тогда небольшая группа ученых в одной из самых мощных обсерваторий земли решает взять ситуацию в свои руки пытаясь выйти на связь они направляют на сигму мощный лазер и пересылают несколько закодированных изображений и сообщений содержащих информацию о земле кто-то или что-то уже слушает на насколько разумно отправлять послание пришельцам может вы и не знаете но мы это уже делаем каждый день используя телевидение первые трансляции уже достигли десяти тысяч звезд Джесси Оуэнс самый быстрый человек на земле некоторые ученые жаждут общения с пришельцами русский астроном Александр Зайцев использовал один из самых мощных радиопередатчиков в мире и направил радиосигналы к ближним звездам он верит что это наш моральный долг сообщить другим цивилизациям что они не одиноки это определенный рискованный шаг а что если они настроены враждебно есть люди которые считают что опасно сообщать пришельцам о которых ты ничего не знаешь что мы здесь подобные опасения вполне обоснованы здесь на земле хищники являются неотъемлемой частью экосистемы почему на других планетах должно быть иначе что если пришельцы хищники а мы жертва самое страшное если эти создания поведут поведут себя как отряды штурмовиков а не как скажем заботливые родители я думаю над этим стоит задуматься в научной фантастики выдвигаются предположения что эти создания могут быть крайне недоброжелательными подобно захватчикам из войны миров Герберт и Уэллсе пришельцы могут расценивать нас как мы бактерии но нам определенно нечего бояться даже если самые хищные пришельцы обнаружат наши сигналы им понадобятся десятки тысяч лет чтобы до нас добраться наверно ноябрь 2045 года прошел всего месяц с тех пор как ученый отправил на планету Сигма 547 несанкционированное сообщение все спокойно вдруг наш космический корабль летящий по направлению к Марсу замечает пульсирующий свет неопознанный космический зонд отправляет сигналы в дальний космос где же сам инопланетный корабль способны ли инопланетяне добраться до нас это возможно хотя и маловероятно специалист НАСА джефф лэндис размышляет о технологиях которые могут использовать высокоразвитые пришельцы он разрабатывает современную двигательную установку для путешествий в космосе путешествия в межзвездном пространстве невероятно трудны и главной проблемой здесь является преодоление огромных расстояний если сегодня мы запустим космическую станцию с химическим двигателем который позволит ей двигаться настолько быстро насколько это вообще возможно для аппарата созданного человеком все равно ей понадобятся десятки тысяч лет чтобы преодолеть значительную часть пути до ближайшей звезды однако в законах физики есть лазейки которые могут позволить более развитым пришельцам путешествовать гораздо быстрее согласно теории относительности если растянуть временное пространство позади космического корабля и сократить впереди можно научиться создавать кратчайшие расстояния которые позволят передвигаться с немыслимой скоростью пока что гиперпространственный двигатель предмет в полной мере гипотетически пока что законы физики также не отрицают существование пространственно-временных туннелей так называемых червоточин но чтобы создать такой вам понадобится столько энергии сколько вырабатывает звезда теоретически это возможно вопрос в том как именно это сделать пока мы не знаем ответы пришельцы могут обратить внимание на все эти игры со временем и пространством и не без причины у наших ракет есть жесткие ограничения ракеты перевозят на борту топливо именно в этом и заключается главная проблема чтобы перевести такие запасы вам нужно еще топливо а для этого топлива вам также необходимо топливо и так далее в итоге наши ракеты достигают огромных размеров но есть и альтернативные способы например тот над которым трудился лэндис так ли необходимо брать топливо с собой что если просто переправить на корабль необходимую энергию вот как это должно работать галактический парусник приводится в действие специальным излучением уже разработанным в нас паруса будут гигантские почти сто метров от края до края сделанные из майлара специального алюминированного пластика настоящие солнечные паруса должны быть из еще более легкого материала чем этот чтобы создать настоящий космический корабль мы должны минимизировать массу пришельцам путешествующим при помощи таких парусов не пришлось бы перевозить топливо мощные лазеры могли бы проецировать необходимую энергию на их корабль прямо во время полета этот замысел кажется вполне реальным с технологиями которыми мы обладаем сегодня сделать подобное возможно если пришельцы соседних звезд сделают такой парус они смогут добраться до земли меньше чем за 25 лет можно предположить что они могут создать гораздо более мощное ракетное топливо антиматерию огромные ракеты созданные людьми например сатурн-5 расходует полмиллиона килограммов топлива чтобы выйти на орбиту сколько же антиматерии им понадобится менее 1 грамма антиматерии всего размером с монетку это довольно мощное вещество антиматерия плохо изучена однако она на самом деле существует работники европейской организации по ядерным исследованиям пытались создать ее используя ускоритель частиц в котором протоны движутся навстречу друг другу почти со скоростью света если антиматерия соединится с материей она взорвется сегодня нам понадобились бы сотни миллионов лет чтобы создать один грамм но через тысячу лет это возможно будет не так сложно мы можем себе представить что чуть более развитые инопланетные цивилизации управляют ракетами с антиматерией и путешествуют в межзвездном пространстве быть может совсем рядом с землей 6 декабря 2045 года спустя месяц после обнаружения инопланетного зонда в нашей солнечной системе ученые заметили крупный объект неподалеку от юпитера скорость 19 тысяч триста сорок километров в час это не астероид слишком правильные очертания похоже на космический корабль новости быстро распространяются генералы и главы государств по всему миру ведут телефонные переговоры полису петли по всему миру в север расстрелы подпишись с подпишись КОНЕЦ 7 декабря 2045 года. Инопланетный корабль быстро приближается. Никто не знает, кто же будет представлять Землю. Пока люди готовятся, средства массовой информации переполнены безумными идеями. С кем же нам предстоит встретиться? Как выглядят пришельцы? Многие ученые полагают, что они совершенно не похожи на нас. Их органы чувств, их способ передвижения будут абсолютно другими. Но палеонтолог Саймон Моррис с ними не согласен. Напротив, он полагает, что у нас с ними много общего. Нить рассуждений начинается на Земле. Многообразие живых организмов поражает. Много ли общего имеют тюльпаны, ленточные черви, слоны, кошелоты и грибы? Но мой аргумент следующий. У древа жизни существует определенная первоструктура, которая постоянно повторяется. Там, где некоторые видят бесконечное разнообразие, Саймон Моррис видит постоянное формирование сходных признаков. Это и есть ответ. Конвергентная эволюция. Я смотрю на осьминога, осьминог смотрит на меня. Я понимаю, что глаз осьминога во многом похож на человеческий. Этот тип зрения называется камерным. От поколения к поколению модель претерпевала изменения. Всего порядка семи раз. Все обладатели таких глаз умеют быстро передвигаться. Они хищники, и у них развит интеллект. Дело не только в глазах. И у птиц, и у летучих мышей развились крылья. Несмотря на то, что их разделяет 300 миллионов лет эволюции. Животное, показанное в этом раритетном видеоматериале, выглядит как обычный волк. Но это сумчатый волк из Тасмании. Кенгуру в волчьей шкуре. Саймон Моррис полагает, что определенные признаки появляются снова и снова, потому что они являются наилучшим способом выживания в нашем мире. Мой личный опыт биолога позволяет судить, что в природе все работает не просто хорошо, все работает отлично. Например, глаз способен различать отдельные фотоны. Наши уши способны засекать тепловые шумы. А носом можно почувствовать отдельную молекулу. Вы понимаете, что это значит? Мы достигли максимально возможного развития. Если Саймон Моррис прав, для пришельцев это серьезный сдерживающий фактор. Мысль о том, что конвергентная эволюция лежит в основе грандиозного плана по поддержанию жизни в галактике, имеет право на существование. Найдите землеподобную планету, на которой есть жизнь, и просто подождите. Прямохождение, хватательная функция руки, использование орудий, и самое главное, интеллект. Все это повторится снова. Если такая планета хоть чем-то напоминает Землю, я не вижу причин, почему бы ее обитатели не были бы похожи на человека. Конечно, не полностью, ведь эта история совершенно другой эволюции. Но есть мнение, что все эти фильмы о пришельцах, в которых пришельцы выглядят на удивление человекоподобными, вовсе не заблуждение, но биологическая реальность. Итак, существуют ли инопланетяне на самом деле? Когда мы занимаемся наблюдениями, мы частенько посреди ночи смотрим на звезды. Каждый раз, когда я это делаю, я представляю, что кто-то на определенной планете также смотрит на нас. Во Вселенной миллиарды и миллиарды звезд. Трудно поверить, что ни на одной из них нет живых существ. Может, до ближайшей развитой цивилизации сто, а то и тысячи световых лет пути. Но она точно существует. За последние 30 лет научные доводы в пользу существования инопланетных разумных существ стали куда более убедительными. И, возможно, главным потрясением от встречи с нашими инопланетными собратьями станет тот факт, что они не такие уж инопланетные. Если я прав, я готов подойти к ним и пожать их за... Вы называете это рукой? 8 декабря 2045 года. Все земные обитатели озабочены прибытием космического корабля. Приблизившись к Земле, он разделяется на две части, которые зависают в воздухе над Южным и Северным полюсами. На равномерном расстоянии друг от друга по всей Земле происходят странные вспышки и начинается паника. Они пришли, чтобы уничтожить нас или чтобы просветить нас. Или, подобно нам, они жаждут получить знания и с нетерпением ждут встречи. со своими соседями. Программа озвучена студией ARK TV. Текст читал Игорь Тарадайкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова